На ремонт городских тепломагистралей Барнаула направят миллиард рублей, сообщают аргументы и факты Алтай. Объем инвестиций решили увеличить из-за большого числа коммунальных аварий. Решение было принято совместно руководством СГК и мэрией. Таким образом, изношенные сети в Барнауле планируют обновить в течение пяти лет. Корреспонденты информационного портала Толкс со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора сообщают, как выбрать готовые блины к Масленице. Прежде всего, стоит обратить внимание на упаковку. Она не должна быть повреждена или иметь грязный вид. Стоит обязательно проверить также срок годности продукта и соответствие условий его хранения тому, что написано на этикетке. Идеальный состав блинов – молоко, мука и яйца. Какие начинки считаются более надежными и продолжительное время не испортятся, читайте на толке. А вот в Белокурихе отлили бюст Михаила Калашникова, причем из шоколада, пишут корреспонденты комсомольской правды Барнаул. Это новый экспонат музея шоколада. Попробовать на зубок можно шоколадный автомат Калашникова, патроны к нему, пляшку со звездой и погоны. Автором задумки является скульптор Владимир Войчишин. Необычную идею он решил воплотить в жизнь в честь приближающегося столетия Михаила Калашникова. Бейчан приглашают на встречу с известным алтайским путешественником, профессиональным оператором и фотографом Александром Парваторовым. Встречу проводят Русское географическое общество и Колледж промышленных технологий и бизнеса. В программе две темы. Перу – страна инков, свежие впечатления, а также вокруг Северного Ледовитого океана. Встреча пройдет в 14.00.15 февраля в актовом зале колледжа. Четверо алтайских спортсменов в возрастной группе от 11 до 15 лет прошли отбор на чемпионат Европы под Хэквонду ИТФ. Они стали серебряными призерами первенства России, которая недавно завершилась в Улан-Удэ. Теперь Кирилл Перемыкин, Никита Демин, Михаил Русских и Мария Гусева будут представлять Россию на чемпионате Европы, который пройдет в начале апреля в Италии, сообщает московский комсомолец на Алтае. Продолжение следует...